я так как-то на последнем собрании где меня тоже попросили проповедовать я говорю ну давайте откроем слово божье значит кто говорю формальный адвентист в адвентистском собрании проповел кто говорю формальный адвентист можете телефоны открыли кто говорю да кто такой это религиозный адвентист говорю ну такой неформальный те можете библию открыть ну а кто христианин те сердца свои открывайте говоря не таки глаза на меня выпучили к чуть такое несет он непонятно что вы хотите я говорю да нужно не просто библию открывать а сердце свое чтобы было открыто потому что библию открыть то каждый может а вот сердце не каждый откроет и вот это вот действительно христианами нас делает именно когда мы свое сердце открываем для присутствия божьего для его действия я хочу сказать да вначале ну как опыт привести мы с вами когда последний раз встречались да мы потом от вас домой поехали туда домой приехали и у нас там интересные такие вот несколько недель были таких интересных для моего собственного размышления мы когда приехали буквально там через два дня что ли нам звонит наша знакомая мы с ней общаемся давно уже общаемся какие-то духовные моменты разбираем но она себя православной считает ее мама ей было уже за 80 лет она значит тоже с нами общалась мы там помогали со здоровьем как-то вот санатории и тоже отправляли она очень хорошо ей помогло вот это вот после поездки в этот санаторий она как-то поменяла образ жизни ей легче стало она болела очень на таблетках сидела очень такое ну вот состояние уже тяжелое было и ей легче стало она как-то шевелиться стало и после ее там считали что она уже все там долго не проживет но вот она после этого как мы и тогда отправляли наверное уже сколько лет пять наверное она прожила еще до после этого до баба это вид это и вот мы приехали ее дочь звонит нам баба лида умерла приезжайте на похороны вот мы поехали на пошли на ее похороны значит пришли и там все но по православному обычаю все так обставлено там все эти вот но атрибуты все вот такие вот сделаны я вот ну там был когда наблюдал просто как все это чего делается каждый раз для меня что-то я новенькое узнаю новенькое что меня просто поражает понимаете от того что я наблюдаю за этим то есть мы пришли я понимаю что все человек прожил свою жизнь ее вопрос уже решен окончательно уже бог уже решил судьбу вот этой бабушке уже одну все четко там уже ничего неизменно то есть я не знаю конечно какое решение бог принял да но она уже неизменно все это уже не меняется и вот мы пришли ее значит хоронить и вот я слышу значит там такие какие-то странные разговоры значит там что-то там сейчас что они там говорили а что чтобы там мертвый не приснился надо вот там это что-то вот это сделать вот потом потом значит другой другой разговор говорится вот теперь мы только будем с ней общаться как бы в духе там то есть то есть тут мы с ней же живой общались а теперь как-то в духе будем общаться я думаю так я не понял какой-то противоречия значит надо чтобы она не приснилось чтобы с ней не встретиться но и тут же какое-то общение с ней будет я что-то не понял да вообще что-то да потом значит когда ее но гроб вынесли на улицу смотрю все по очереди на перебой знаете есть игра такая ну стулья ставят да и кто там сядет первый на стул кто займет стул ну только два стула ставится вокруг люди кругом да и кто первый стул займет там кто не успел тот там что-то выбывает там и смотрю на табуретки которые под гробом стояли все по очереди быстренько садятся друг друга отталкивать я не а это чё так положено игра а положено для чего ну не знаю так нужно вот вы знаете я говорю я тоже я каждый раз вот удивляюсь каждый раз приду на похороны да вот эти вот и я такие вещи узнаю которые вообще не слыхал потом значит бабушка какая-то пожилая такого же возраста как-то ухороним берет откройте погреб и туда надо сказать что-то ты уходишь а я дома что-то остаюсь и вот это ее дочка туда наклонилась в этом погреб взрослая женщина за 50 лет и там три раза подряд вот это вот фразу говорит я стою на смотри думаю ну да да что что тут происходит ребята я что-то не понимаю вообще даже не ожидал такого ну да ну ладно думаю дальше буду смотреть что дальше туда и вы понимаете и я так вот знаете в таком трансе что думаю взрослые люди понимаете я смотрю на них и думаю они должны как-то но эти вопросы как-то трезво ясно понимать а тут какой-то детский сад просто понимаете но с элементами кто сказал мистики да там что-то вообще такое мистическое я понимаю насколько сегодня у людей вот это вот знаете вот какое-то помутнение разума что они просто такие реальные вещи просто не могут понять просто даже не могут понять знаете ну мы ее похоро а еще когда на кладбище пошли значит эту магию и опустили туда в могилу я стою все идут по кругу то есть вот они собрались и все по кругу мимо могилы проходят и это то уж всем известно я стою я стою я стою они все прошли осталось там четыре человека наверное мужчина какой-то моего возраста и еще там кто-то две женщины наверное ну я так просто все но пока закапывают делать ничего думаю но пройду возле могилы просто я это конечно я не собираюсь делать смысл в чем смысл кто-то объяснит чем смысл вот этого никто еще и три раза надо почему-то бросать да еще почему-то три раза есть такой но никто не знает зачем я не делает того чего в чем я не вижу смысла это это мне бог так наделил у меня разум есть чтобы разум говорил мне нужно делать только то что имеет смысл понимаете но то что не имеет смысла делать нет смысла потому что в этом нет плода правильно я этого не делаю ну да и вот я иду я иду я подошел смотрю эти уже начали там лопатами закидывать закатывают я ну постоял сюда хорошая бабушка была веселая мы с ней хорошо общались она наши газеты читала в общем так даже больше чем ее дочь была к нам расположена как бы и вот я прохожу мимо мужчина который сзади меня идет смотрю раз эту землю там бросил потом я иду дальше он меня догоняет и говорит что землю не бросил я такой раз думаю так я говорю а там есть кому забрасывать три земляка постоят вот с такими лопатищами смысл от моего этого трех горстей земли он такой говорит ради приличия то все равно надо было бросить и огранула на ради приличия с тобой согласен что надо было бросить но я в этом не вижу смысла и все он от меня отстал понимаете но я думаю а если бы я бросил вот землю обратил бы он вообще на меня внимание нет но то что я не бросил он обратил внимание ты кто такой почему так делаешь понимаете заметьте вот то что мы с вами делаем по жизни и делаем не то что привык делать этот мир это является свидетельством друзьям вот это как раз свидетельство не то что мы языком своим произносим понимаете а то что мы делаем то что отличает нас от этого мира то что не по образу мира сего понимаете иисус об этом говорил нам тоже помните да выйди народ мой из вавилона выйдите из этого мира ко мне присоединитесь живите как я и поступайте по образу и подобию моему который вы видите в ком в иисусе понимаете И вот это как раз то, когда мы поступаем разумно, когда мы поступаем по Слову Божьему, без вот этих вот мистик, без вот этих каких-то вот непонятных обрядов и обычай, традиций, которые вообще бессмысленны, понимаете, вот это как раз является тем, что и выделяет народ Божий в этом во всём мире. И то, что мы сейчас с вами сегодня здесь, это тоже выделение, понимаете, определённо. Почему? Потому что все привыкли, что день религиозный, это воскресный день, понимаете, а не субботник, как в Библии написано. Поэтому на нас смотрят, как на людей каких-то причудливых, таких, знаете, своеобразных или фанатиков, которые пытаются выделиться. Но мы не пытаемся выделяться. Мы просто что? Делаем так, как это по логике, как по праведности Божьей, как Бог сказал, так и поступаем. Почему это является таким, ну, таким, знаете, неприемлемо чудаковатым для остального мира? Потому что весь мир живёт по другим принципам. Потому что весь мир потерял вот это, понимаете, вот это вот божественное руководство в своей жизни. Поэтому для них всё то, что божественное, оно является таким, как это правильно выразиться, помните, да, у нас выражение есть, там, белая ворона, не от мира сего, да, вот такие выражения, да. То есть вы какие-то... Да, ну это уже, да, это уже совсем уже такое, как оскорбительное уже. Там ещё как-то вроде более-менее, а секта, это вы по-русски, это уже всё, это какой-то там отщепенец, да, там вообще такой, что его там в тюрьму посадить не жалко уже, да, и казнить ещё и вообще сразу же. То есть вот в таком мы мире с вами живём, который вот помрачён. Это ещё не закончилось всё, ну, похоронили мы её. Значит, пошли на поминки там в столовой, посидели там тоже, люди смотрят, сидят, все пьют, а ты что, за рулём? Ну, не пьёшь на меня. Ну, да, это на могиле, я уже там не смотрел, что там они делали, в общем, это мне уже, это известно, я тут уже не стал смотреть, это там присутствовать уже. Ну, я там начинаю спрашивать, я говорю, а я вообще не пью. Вы знаете, однажды, когда мы покупали дом в деревне, интересный тоже такой вопрос был, покупали дом в деревне, тот, в котором мы живём, мы приехали и с хозяином, с этим, с бывшим, который нам продавал, он, значит, ну, сделку эту оформили, всё, он пошёл там к холодильнику и говорит, ну, а теперь давайте обмоем. Обмоем. И раз, а мы не на машине, мы на автобусе приехали, он бутылочку достает, раз, наливает, я говорю, мне не надо, я не пью. Вы представляете, в деревне, ну, такая глухая деревня, там три улицы, он сразу же, сразу же мне говорит, баптист, что ли? Представляете, да, на меня сразу, чук ты, ты что, баптист, что ли? Я вообще о Боге даже не заикнулся, вы понимаете, да? Вы смотрите, как свидетельство работает, понимаете? И он знает уже, что баптисты и что они не делают, понимаете? Ну, я уже не стал говорить, что нет, не баптист, а адвентист, думаю, да, его вообще в шов приведёт, он, наверное, такого никогда не слыхал, скажет, ещё и такие существуют, что ли? Ну, я говорю, да, не стал уже ничего говорить, говорю, ну, я говорю, потому что это неправильно и потому что это, ну, как, лишает моё сознание трезвого размышления. Поэтому я принципиально это не употребляю, говорю, вот так вот, вот, и всё. И вот, значит, дальше проходит буквально несколько дней после этих похорон, и, значит, мне сообщают, я там с работы на обед пришёл, и тёща мне сообщает, у нас следующие похороны, что такое, кто опять там, что? Умер сват, по-нашему, да, это тесть Алёниного родного брата, то есть у неё два брата, один младший, другой старший. Вот у младшего умер тесть, 65 лет ему. Человек, с которым я тоже общался, то есть мы с ним общались, я ему пытался свидетельствовать словесно о Боге. Заметьте, да, я почему говорю словесно, да? Можно свидетельствовать словесно, а можно свидетельствовать как? Действенно, да? Действием. Вот о чём я перед этим говорил, я ему словесно пытался свидетельствовать. Он всё это тщательно переводил в шутку, смехотворство и так ко всему этому несерьёзно относился. Знал, какой я образ жизни веду, там, что диета, всё равно обсуждали они, я знаю, между собой там, потому что его дочь, вот эта вот жена брата Алёниного, она со мной, ну, серьёзно вот эти все вопросы обсуждала. Естественно, она им это всё передавала тоже. То есть, и он это всё не принимал. Он кушал, что хотел, выпивал, курил, он сердечник по жизни. У него сердце слабое было, плохое. Он всё время в больнице завсегдатой был. И вот, когда он поехал на обследование в этот раз, в город его увезли, в больницу положили обследование и там, ну, как, профилактическое лечение для хроников. У него там, когда они проверку делали, определили, что у него сахар повышенный, там, 15, да, должно быть 5, а у него 15. То есть, это диабет очень такой, сильной формы. Они говорят, друг, у тебя диабет. Он говорит, да никакого диабета не было. Это вот просто оно тут подскочило у меня, видимо, тут из-за волнения или чего. Они начали анализ проводить. Они говорят, это у тебя застарелый диабет. То есть, диабет у тебя уже давным-давно был, ты просто не знал. Там заплохело, рюмку накатило, анестезия пошла и так пропустил мимо, понимаете. Оказывается, он ещё и диабетик был. Его должны были завтра выписать, и он уже готовился, чтобы за ним приехали завтра, а он сегодня вечером умер. Понимаете, больница, всё здесь, здесь реанимация, здесь аппаратура, здесь лекарства, здесь врачи опытные. Ничего не помогло. Понимаете, обычно у нас как, да, приступ произошёл, пока довезли до больницы, там уже необратимые процессы. А этот тут был здоровый, ну как, так, более-менее нормальный. Тут всё, были аппаратура, всё, ничего не спасли. Умер. Понимаете. И вот опять похороны. Опять лежит человек в гробу, смотрю, знакомый человек, недавно общались, улыбались, смеялись. Ну, теперь уже всё, хоть кричи, хоть зови, всё. И сразу фраза в голове из Писания, помните, Екклезиас говорит, таков конец всякого живущего. Понимаете, все стоят, плачут. Чего вы плачете? Таков конец каждого из вас. О ком плачете? О нём уже не надо плакать. Его участь уже решена, он всё решил. О себе плачьте теперь. Помните, Иисус сказал, когда женщины шли, да, и плакали, он говорит, вы ошибаетесь, не обо мне плакать надо. У меня всё решено. Я иду путём, предназначенным мне отцом. А вы каким путём идёте? Понимаете, он о чём им говорил? Когда говорил, о себе плачьте, о детях ваших, потому что ваш вопрос ещё не решён. Ваш путь ещё не избран. Дети ваши ещё не определились, куда они будут двигаться, в каком направлении. Вот о чём плакать надо. А плакать, как плакать? Скажите мне, как должны плакать правильно люди о этом пути, об этой ситуации? Слёзы ли? А как? Молитвенно. Друзья мои, вот оно, вот где плач настоящий. Не тогда, когда ты, да, просто там заплакал от переживания, от скорби. Когда ты в молитве находишься перед Богом, обращаешься к Нему, понимаете? И в этот момент ты, осознавая свою вот эту слабость, свою немощь, свою порочность, греховность, ты плачешь и просишь. Вот тогда результат будет. Не когда ты просто от чувств там заплакал, да, и там расчувствовался, или кого-то пожалел там, или себя. Эти слёзы не приносят, понимаете? Исцеление. Это не те слёзы, о которых Иисус говорит. Он говорил как раз вот об этих слёзах, понимаете? Да, о себе и о детях ваших, понимаете, обязательно. Ну да, типа этого, да. Раздирайте не одежды ваши, а сердца ваши, помните, да, написано, да. То есть одежды рвать бесполезно. А вот сердце своё раскрыть, да, вот так сорвать с него вот эту вот ложь, вот это наносное, чем мы с вами живём, о чём я сейчас вот и говорю, да. Приходим к людям, там столько выдумок, столько традиций, столько пустого, понимаете? И всё это вот тут. Да, на сознании. Оно закрывает сознание наше от восприятия божественной истины. И вот там мы пошли, значит, хоронить и этого человека. И слышу опять разговоры. Через 9 дней его душа там туда прилетит. Через 40 дней она вот сюда будет там. Через полгода надо вот это сделать. Опять пошло-поехало, понимаете? Опять из той же оперы. Ну тут хоть погреб не лазили там, ладно ещё. Ну вот это тоже пошло дело, понимаете? Что и я слышу, и здесь тоже, понимаете, полное заблуждение. И понимаю, что сейчас вот в этой ситуации начать оспаривать их вот эти вот, понимаете, вот эти предубеждения просто бессмысленно. Они просто их не воспримут. Да, что, мол, ты тут пытаешься спорить с нами и что-то нам тут опровергать, да, там своё что-то сектантское проталкивать. Я понял, что это не место. Я у Господа спросил про себя, Господи, что делать вот с тем, что я слышу? Он говорит, нет, ты ничего сейчас не сделаешь. Просто будь здесь, как немой свидетель, понимаете? Просто, что они тебя видят, они знают, кто ты такой, и вот ты здесь. Вот, смотрите. Я тоже это всё там не совершал, ни этот круг почёта не делал, там всё. Прикосновения, но там что я наблюдал тоже, тоже вот это бессмысленное. Хотя там, конечно, они говорили, но там смысла тоже в этом нет. Вот, подходят прощаться, значит, там, ну, кто там поцеловал, руки все ложат на руки покойника. И потом, когда гроб обходят, ещё обязательно за ноги его берут. Я так, так, это что такое? А это объяснимо. Они говорят, ну, за ноги надо брать, чтобы он тебе не приснился. Ну, ещё, ещё из области фантастики. Я так вообще думаю. И все, все так делают, понимаете? Все. То есть, смотрите, вот это тоже очень важный момент. Как большинство в этом обществе поступает, особенно это для молодёжи важно. Поскольку молодёжь ещё не устоялась в своих принципах, да? Они не имеют твёрдости и опыта побеждать в принципиальности, понимаете? Быть твёрдыми в том, что ты решил для себя, понимаете? Но ты решил это почему? Потому что это она оттуда, понимаете? Почему у взрослых больше шансов в этом идти, хотя есть опыты, когда дети идут твёрже даже, чем взрослые. Но это зависит, опять же, от опыта, от веры этих людей, да? Помните пример из Библии? Девочки-рабыни Неймана. Помните, Нейман, который болел проказой, пришёл к Елисею за исцелением, да? Он почему пришёл к Елисею за исцелением? Потому что девочка, рабыня из Израиля, понимаете? Рассказала ему, что в Израиле есть пророк, который может совершить вот это исцеление. Откуда она знала об этом? Её родители ей об этом рассказали, понимаете? Она научена была с детства, вот с такого возраста, вот с такого вот, понимаете? Вот этим всем истинам. И она в этом своём возрасте, представляете, имела твёрдые убеждения. Она не промолчала там, сидя в кухне чистить картошку, да? Чё там происходит? Я же маленькая, чё я буду лезть? Она пошла к хозяйке, рассказала ей об этом, о всём. Твёрдо и убедительно так, что эта взрослая женщина поверила какой-то девочке, понимаете? Это же, сами подумайте об этом. Эта болезнь считалась неисцелимой в то время. Это как у нас сегодня рак, четвёртая стадия, это приговор, всё. Понимаете? Это всё, это смерть точно, мучения. То есть её муж болеет неисцелимой болезнью, приходит какая-то девочка, рабыня ещё. Из другого государства, в другом вероисповедании, рассказывает ей каким-то образом настолько это убедительно, что та пошла серьёзно, рассказала об этом своему мужу, который высокопоставленная государственная личность. Полководец, это министр обороны, понимаете, в то время, по-нашему. И он, а она говорит, а ты откуда узнала? А мне рабыня рассказала. Чего? Какая рабыня? Да ещё девочку какую-то слушать. Вон её, вон, закрой ей рот, пусть сидит на кухне картошку чистит. Нет. Представляете? То есть, до чего-то он уже дошёл, видимо. Какая-то у него, ну, такая сложная ситуация была, что уже, ну, он готов был, может быть, там, за какие-то, за любую, может быть, надежду ухватиться. Но и, знаете, вот эта убедительность, с которой была ему донесена эта весть, всё-таки побудила его двинуться, понимаете, в эту сторону. Кому? Они являлись победителями на данный момент, а Израиль проигравшим государством. Правильно? Получается так, если девочка рабыня у них была, сирияне, были, они всегда по истории, всегда были захватчиками Израиля, да, и всегда побеждали, так сказать. Иногда, изредка, Израиль побеждал их, да, там какой-то царь хороший, какой-то праведный возникал, они как-то победу одерживали. И вот он идёт, этот полководец, который завоевал это государство на поклон кому? К проигравшему. Представляете, да, позиция какая? Приходит министр обороны, приходит к какому-то там, не знаю, скитнику, который сидит там, он же не должностное лицо было в государстве даже, понимаете, просто человек пророк. Но это пророк, он в этом государстве, в том он не пророк, потому что у них другая религия, у них догон, понимаете? А здесь и Ягова, понимаете? Он приходит к нему и на поклон там, выходи, давай я пришёл, давай тут совершай обряды там, пассы какие-то руками проводи там, бегай с огнём вокруг меня. Ну как это у язычников, да? А тот говорит, да нет проблем, всё, всё уже решено. Даже сам не выходит, представите, интересно. Слугу посылает, говорит, иди скажи ему, пусть Виордан идёт, окунётся там. Семь раз, по-моему, да? Семь раз. Да, семь раз, да. Тут такой, представляете, в шоке. Министр обороны пришёл к какому-то простяге, а тот даже сам не вышел, говорит, слугу к нему послала. А, иди скажи ему там, это что такое? Да я бы, я бы знал там это, я удивляюсь, как он ему вообще не приказал голову отрубить. Имел право, понимаете, и силу, и возможность. Он же завоеватель. Казните его, чтобы он там больше так не относился пренебрежительно. Может быть, его слуги просто остепеняли. Может быть, он бы не хотел. Ну, может быть, но там же написано, помните, и пошёл он в гневе. То есть, разозлился. Это что такое? Я пришёл тут за великим делом таким, понимаете? И я тут ко мне так. Ну, вообще, я тоже удивляюсь, как он своей рукой не зашёл и не разобрался с Елисеем там на месте, понимаете? Пошёл, слуги. Вообще, тоже удивительные слуги какие-то, понимаете? Ну, и слуги бы, как бы, хозяина поддержали бы. Куда против идти, правда же? Хозяин. Они ему говорят, слушай, давай, давай, попробуем. Чё, проблема, что ли? Ну, если бы он тебе там сложность какую-то сказал. Давай вот сейчас ты там три раза подпрыгнешь. Восемь раз я вокруг тебя с огнём обойду. Потом на девятый там тебя шкурами обложим там чё-то. Ты бы стал это делать? Ну, да, стал бы. Ну, а тут чё не сделать? Какая разница? Тут даже ещё проще, чем там. Давай сделаем, друг поможет. Понимаете, какие умные слуги у него оказались, представляете? Разумные, да? Вообще, удивительные какие-то слуги из язычников. Ну, он пошёл. Вот представьте, если он шёл в гневе, то я понимаю, что начал он это делать без веры вообще, понимаете? То есть, не было веры-то, понимаете? Просто, ну, уговорили, вдруг поможет. Но я понимаю, что с каждым разом, заметьте, семь, да, число совершенства. То есть, с каждым разом, с каждым погружением, он выходил из воды всё более смиренным, понимаете? И чего-то понимающим. Я понимаю, что что-то всё равно он думал это, понимаете? Он же не просто там тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк семь раз, а там опустился, поднялся. Да, что там нет опять? Ещё раз опустился, поднял, понимаете? Что-то мысль какая-то работала в голове. Но и мы понимаем, что слово пророка, оно не просто слово, оно с Духом Святым, понимаете? Дух Святой действовал на его сознание. И вот когда он седьмой раз-то вышел, понимаете? Он уже вышел другим человеком. У него там в сознании чего-то переменилось. И исчезновение проказы, оно лишь подтвердило эту перемену, понимаете? Явилось свидетельством его вот этого вот рождения, понимаете? Уже в отношении своего вот этого Бога, а не этого Дагона, который не Бог вообще. Понимаете? Интересно, когда он вышел оттуда, он не пошёл домой. Помните? Интересно эти десять прокажённых. Помните, да? Иисус десять прокажённых исцелил. Девять было иудеи, а один был самарянин. Самарянин вернулся, девять иудеев не вернулись. Ушли обряд соблюдать. Ну, как сказано, тупо пошли обряд соблюдать. А один самарянин, у него мозг не зацикленный был обрядовости, он пришёл благодарить. Чего сердце побудило больше, то и пошёл делать. У тех сердце, видать, не работало. Но они всё равно исцелённые оказались. Но! Одно но. Кто от чего исцелился? От чего исцелились девять и от чего исцелился вот этот один? От чего? От всего исцеления. От проказы все исцелились? А от греха только один. Вы понимаете, в чём делать? Понимаете, какая проблема тут интересная? Один от греха только исцелился, а остальные девять только от проказа исцелились. И больше ни от чего. Он веровал самарянин. Да. А те, да, просто они остались обрядовыми поклонниками, понимаете, которые обряды выполняли. И на этом сосредоточили свою веру. Да, ну как будто это естественно, представляете. Это их не Бога, это нормально, что они это дали. Ну да, всё как бы и пошли, обряд совершили и забыли об этом. И один из них, это представитель из этих девяти, это Симон, которому Иисус пришёл на, помните, на приглашение на пир, где Мария пришла мазать ему ноги потом Иисусу маслом. Вот это был один из этих девяти прокажённых. Да, это один из них был. Заметьте, его образ мышления, да, был показан. Ну, он тоже, кстати, покаялся потом. Потом, но потом, вы заметьте, да, какой у него был до этой встречи с Иисусом образ мышления, и после того, как Иисус ему всё это вот объявил, да, о чём он думал. Если бы он знал, он бы точно пророк, а так он не пророк, он не знает, что эта заблудница к нему прикасается. Ты сам с ней совокуплялся, ты не осквернился. Понимаете, интересно, образ мышления. И этот образ мышления у нас сегодня присутствует. Ну, я не буду при детях сейчас разбирать этот вопрос, да, это в зоне это дело происходит, понимаете, в зоне, в тюрьме. В тюрьме, вот точно такой же образ мышления. Вот если там прикоснулся к этому, ты осквернился, а ты сам с ним дело имел, ты не осквернился, а почему потом к нему прикасаться, значит, осквернение. Интересное мышление, понимаете. И вот то же самое, вы заметите, как вот это всё, оно имеет обоснование вот здесь вот. Оно не просто откуда-то из ниоткуда пришло, оно всё это из глубины веков. Вот эти все заблуждения, вот эти теории, понимаете, они из поколения в поколение передаются по неправильному воспитанию, по неправильным вот каким-то пониманиям. Оно всё идёт, оно не умерло. Мы сегодня живём в том же языческом мире, который был и тысячу, и две, и три, и четыре тысячи лет назад. Просто форма изменилась, и нам кажется, ну, это всё не так, как раньше. Нет, друзья мои, всё то же самое. Вот это всё вот, что я вижу, о чём я говорю, мир не изменился. Он как был языческим, так он ему остаётся. И лишь только малая часть, как в Писании написано, только остаток спасётся. Это те люди, которые вот, ну, открыли Богу разум, позволили Ему действовать, и их сознание изменилось. Они теперь принимают Божьи принципы, а не выдумки всякие сатанинские, понимаете. И вот мы, значит, ну вот я так, как-то у меня получилось сегодня, я больше не обращаясь сюда, как бы говорю там, но всё равно я понимаю, что обоснование Писанием, понимаете, это должно быть. И вот мы этого человека, значит, тоже похоронили. И вот, знаете, вот это всё, я не то, что там, я не первый раз уже на похоронах, но всё как-то оно каждый раз, понимаете, вот это вот даёт свои какие-то впечатления и выводы, понимаете. Я понимаю, что мир до конца недопонимает, понимаете, вот этого вопроса жизни и смерти по отношению к самому себе. Вот каждый человек в этом мире недопонимает. Мы живём, как один мудрец сказал, что-то мы прожили жизнь, как будто не рожались, а живём так, как будто бы никогда не умрём. Вот оно точно так и есть, вы понимаете. Такое впечатление, что люди думают, что они никогда не умрут, что их жизнь не закончилась, вот детки сейчас родились, и они думают, как это нас не будет. Да вот так, понимаете, вот так, раз и однажды не будет, исчезнете. Были и вас нет теперь. Что дальше? Вопрос возникает. А многие с этим не согласны, понимаете, как я, когда-то тоже, будучи подростком, когда я об этом начал размышлять, я был с этим не согласен, как я не хочу исчезать. Как это я исчезну, меня не будет. Вот так, понимаете, вот так. И я начал искать вопрос на этот ответ, нашёл его только, когда мне было 27 лет. Моё духовное прозрение, так сказать, началось вот с этой книги. Любовь Божия в жизни. Вот это первая моя религиозная книга, которую я прочитал, видите, какая старая, затёртая. Вот это вот, она сохранилась у меня с тех пор. Мне её подарили просто. Она говорит, почитай. Ну, не знаю, так, побуждение было у человека. Я её прочитал, и у меня даже просто на одной этой книге, там цитаты из Библии есть, конечно, вот так вот в голове, что-то, бух, открылось вот так. И потом, когда я взял уже Новый Завет сначала, потом только Библию уже, там пошло вот это вот откровение, знаете, как полёт куда-то там, в стратосферу там, в какую-то там, всё начало открываться. И я понял вообще и смысл своей жизни, и существования, и что там, смерть, что такое, что за порогом смерти. Большинство людей это не понимает. Они живут в какой-то, знаете, иллюзорности такой, в непонятной. И вот, знаете, вот эти вот, каждый раз, когда вот эти вот совершаются, вот эти похороны, я думаю, как экклезиаст написал, помните, он сказал, что лучше ходить в дом печали, нежели в дом пира. Потому что при печали сердце делается мудрее, мудрее, понимаете. То есть, нам-то, нам-то не нравится это, особенно молодёжи это не нравится. Зачем нам печалиться? Мы хотим радоваться. Мы хотим на праздник пойти, на юбилей, на банкет, на соревнования какие-нибудь, там побалдеть, повеселиться, а-а-а, покричать, помахать флажками чем-нибудь, там, пообщаться. А что в доме печали там сидишь, печальный такой. Я вот за молодёжью там тоже наблюдал на похоронах. Внуки того, кого мы хороним, они хихикают, смеются, тут дедушка мёртвый лежит, там, бабушка плачет, там, всё, они стоят, ну, тут вот, так жутко, как Сергей, где-то там, за уголочками, хихикают, смеются. Я смотрю на них, ничего не понимают. Вообще, ноль, ноль понимания, что происходит, ноль какого-то сострадания, понимаете. И знаете я, это что, первое, в чём причина я вижу, причина в безбожии, раз, то, что родители ничего абсолютно им не открыли в этом отношении, они пустые, они не знают. Вторая проблема в том, что они живут в иллюзорном мире, в мире иллюзий и развлечения. И это всё то, чего, слава богу, сейчас в ваших руках нету, надеюсь, чтобы пожизненно. Это гаджеты, понимаете, вот эти телефоны, компьютеры все, где люди привыкают жить нереальностью, понимаете. И когда они в реальность попадают, для них эта реальность нереальной кажется, понимаете. И вот смотрел на этих детей, они не воспринимают это вообще, понимаете. Отключение сознания, это страшно. То есть даже когда возникает какая-то ситуация настоящая, где нужна помощь реальная людям, то вот эти люди, которые привыкли вот так мыслить, они даже не понимают, что нужно помощь оказывать. Они просто стоят как наблюдатели и ещё могут фиксировать это всё, чтобы потом показать. Смотрите, какой интересный фильм мы видели. А это не фильм, это реальность. Там живые люди находятся в страдании, живые люди нуждаются в помощи, а они смотрят на это как на развлечение, понимаете. Что самое страшное. И вот сегодня мир как раз идёт вот в этом отношении, понимаете, всё дальше и дальше, чтобы нашу жизнь сделать вот такой вот, какой-то, понимаете, поверхностной, развлекательной нереальностью, понимаете. Но на самом деле всё очень реально. Я понимаю, что враг рода человеческого, он пытается всеми возможностями, силами, техническими достижениями, понимаете, ещё больше ввести человечество в состояние нереальности существования. Потому что чем он сам ближе видит, что пришествие Христа, тем он понимает, что надо применять максимальные с его стороны усилия, чтобы помешать Богу приобрести здесь плод в виде спасённых людей. Ну представьте, да, как один человек рассказывал, ну вот из этого, из Библии, история, помните, была. Сирийцы пришли воевать с израильтянами, армия 185 тысяч, и израильтяне закрылись в городе и понимали, что их состояние обречённое, 185 тысяч пришло в опытных вооружённых воинов. Они, царь пошёл молиться к Богу, да, там письмо показал от этих, там они пытались запугать, да, и что Бог сделал? Бог послал кого? Одного ангела, одного ангела всего. Вечером послал ангела, да, ангел пришёл, что утром встаёт, 185 тысяч мертвецов лежат вокруг города. Ангел один прошёл по стану сирийскому, и ни одного воина не осталось жив. То есть один ангел смог уничтожить за одну ночь 185 тысяч человек. Он говорит, ну а сколько у Бога ангелов всего? Кто знает, да? Представьте, да, тьмы тем. Теперь умножьте тьмы тем, ну пусть миллион, да, ангелов. Умножьте миллион на 185 тысяч. Какая цифра получится? Не миллионов, если тысяч, это миллиардов уже. А у нас всего 7 миллиардов. Какая сила у воинских Господней, вы представляете? И вот это вот ангел, один ангел, что может сделать? Так вот, Сатана, это бывший Люцифер, это высший Херувим, понимаете? Который превышал всех остальных ангелов во всех своих способностях. Представьте, какие у него способности. Я не пытаюсь сейчас запугивать или его прославлять. Он побеждённый. И Иисусом побеждённый. Потому что Иисус творец, а он всего лишь творение. Но по отношению к человеку он действительно имеет невероятные возможности. Понимаете? Если он прилагает максимум усилий, то мы здесь 100% бессильны, понимаете? Мы бессильны перед этой силой. Как эти 185 тысяч были бессильны перед одним ангелом Божиим. Что нам нужно делать? Нам нужно бежать изо всех ног, понимаете, к Иисусу. За помощью. Иисус спасай. Ты же победитель. Ты победил его. Ты одержал победу над ним на Голгофе. Помогай нам, иначе что с нами? Нам конец, как этим 185 тысячам сирийцам. Мы осознаём это? Нет. Понимаете? Человечество не осознаёт. Смотрите. Вот эта глобализация, которая сейчас в мире происходит. Создание там всяких этих организаций мирового уровня. Там это Экумена, там ООН, там ещё там ВОЗ. Вот это там спасение там экологической, от экологической катастрофы. Это что такое? Это как раз вот это вот. Усилие человеческими способами, понимаете, спасти ситуацию. Возможно это? А представьте, сколько у нас сейчас вот на земле, вот тех, кто эту ситуацию продолжает, так сказать, нагнетать. Сатана и у него ещё третья часть божьих ангелов бывших. Третья часть. Если их тьмы тем было, то это третья часть от тьмы тем. Возьмём, если хотя бы от миллиона, 300 тысяч. 300 тысяч умножьте на 185 тысяч. Нам конец. Вы понимаете? Мы ничего не сможем с ними сделать. И бесполезны все эти попытки глобализации, выдумок там технологических каких-то прорывов. Как мы там экологию эту поправим, которую сатана разрушает. Понимаете, да? Как мы там сможем восстановить наши взаимоотношения межгосударственные, межнациональные, межрелигиозные. Сатана разрушает. Мы бессильны. Вы понимаете? Мы ничего не можем сделать. Пока мы всем миром, понимаете, как написано у малых пророков. Помните, пока где вот сейчас вот найду, прочитаю. Там хорошо пишет. По-моему, оси это. Нет, не оси. Сейчас найду. Иаиль. Вот он, Иаиль. Смотрите. Иаиль, это первая глава с 13 стиха. Смотрите, что он говорит. И это обращение, ну не просто к какой-то церкви, к определенной, к одной, да? Или к какому-то вот, ну, категории людей определенной, как здесь написано. Мы с вами понимаем, что если ситуация у нас во всем мире такая происходит, значит, это обращение ко всему миру, а не только к какой-то отдельной там категории людей. Смотрите, что он пишет. Первая глава 13 стиха. Припаясьте с вретищем, плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, взойдите, ночуйте во вретищах, извиняюсь, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога нашего хлебного приношения и воздаяния. Что это такое, хлебное приношение и воздаяние, как вы думаете? Слово возлияние. Ну, возлияние, да, возлияние, извиняюсь, да. Что это значит? Слово, дух сытой. Ну, а что оно обозначает? Вот здесь оно написано, хлебное приношение, это хлеб, да, возлияние, это, помните, елей, которые лили на вот эту вот муку, там, да, в жертву приносились. Вот, заметьте, да, хлеб и елей. В духовном отношении что это обозначает? Слово, дух сытой. Внутренний, не желудок его только насыщает, а внутренний, а елей это символ Духа Святого, да, вот этой жизни, помните, да, что Иисус говорит? Истинные последователи будут поклоняться Богу, как в последнее время, в Духе и истине, елей и хлеб, истина, да. Смотрите, что он дальше говорит. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога нашего и взывайте к Господу. Понимаете? Смотрите, о чем он говорит. Он говорит, вам нужно не собирать вот эти вот консилиумы, понимаете, как вы там технически будете решать все эти ваши вопросы. Вам нужно назначить всеобщее торжественное собрание, обратиться все вместе к Господу Богу, в плаче, в посте и рыдании, понимаете, взывать, чтобы Бог помиловал нас. Почему? Потому что Иисус говорит, что как было во дни Ноя, так будет во дни пришествия Сына Человеческого. То есть ситуация будет очень плачевна с человечеством, что в то время, когда перед потопом человечество настолько развратилось, что у Бога просто не оставалось никаких шансов спасти этих людей. Он хотел бы их спасти, но не было уже никакой возможности. Они настолько отвратились от Бога, от того, чтобы слышать и воспринимать его, что Бог дал оценку такую. Их мысли, желания и чувства злого всякое время. Все, ничего доброго не осталось. Никакого расположения к добру. И он говорит, в последнее время мир будет точно такой же. К сожалению, перед пришествием большинство в этом мире будет в таком же состоянии, как и в одни Ноя. Понимаете? И не останется больше у Бога просто никакой возможности помочь обреченным людям. Потому что они сами себя поставили и загнали в такое положение, когда стали глухи и слепы ко всему, что от Бога исходит. Вот в чем проблема. И вот это вот интересный момент. Мы сегодня еще с Улей обсуждали. Интересный момент. Хотелось бы открыть. Здесь вот посмотрите. 14 глава книги Откровения. Там вы знаете, да? Это 144 тысячи. Наша любимая книга. Да, да, да. Трехангельская весть. Да, и вы посмотрите. Когда мы читаем вот эту трехангельскую весть, то впечатление создается очень неприятное. Правда? Кажется, там такое все. Ну, запугивание какой-то там, страх там. Все там, наказание какое-то. Но когда мы реально смотрим на этот мир, чем этот мир живет, как он действительно себя ведет, как он себя проявляет, то тогда, когда после этого посмотришь на этот мир, посмотришь сюда, то скажешь только да и аминь, Господи. Вы понимаете? Но когда не смотришь на реальность ситуации, кажется неприятно. Многие люди говорят, не надо нам это запугивание, вы нам не говорите, зачем, Бог есть любовь, давайте не будем об этом неприятном. Это для чего, это зачем, да? Но вы понимаете, что как раз Бог-то и не хочет, чтобы это произошло. Почему это вот трехангельская весть? Бог предупреждает заранее, за тысячи лет предупредил, чтобы этого не произошло. Это не потому, что Бог взял и обрек нас на вот это, понимаете? Он говорит, я вас за две тысячи лет предупреждаю, когда это было написано, да? Он говорит, чтобы с вами это не произошло. Я хочу, чтобы с вами этого не было. Но человечество нет, тщательно старается это все дело как-то замять, в дальний угол отодвинуть и сказать, что это там какой-то второстепенный вопрос. Нам в первую очередь нужно решить вот наши вот бытовые вопросы. Многие так говорят, нам некогда, мы работаем, мы там детей учим, воспитываем, выучим их, на пенсию выйдем, тогда и поговорим. Детей не успели доучить, заболели какой-нибудь болезнью, до пенсии не дожили, померли от этой болезни или кто в аварию и чего? Ничего не решили. Почему? Потому что не успели. Понимаете, все откладывали на какое-то необозримое будущее, которое так никогда в их жизни и не наступило. Понимаете, что происходит? И Библия предупреждает, что в последнее время будет очень много людей умирать. Уже сейчас я наблюдаю, как люди легко относятся к смерти. Легко. Привычно. Я удивляюсь, у нас вроде еще не война, это на войне люди привыкают, да, что вот был жив, умер. Ну, если будешь о каждом плакать, то слезы кончатся, правильно? И там каждый день по ни одному хоронят. У нас вроде не так сейчас, но я смотрю, как люди тоже легкомысленно стали относиться. Я наблюдаю, вот я говорю, вот это вот все, опять я стоял, как специально там наблюдал, понимаете, за всем, что происходит. Я смотрю, плакали только самые близкие, жена и дети. Остальные разговаривали о погоде, об охоте, о рыбалке, там знаете, кто куда ходил, там больницу, там еще куда-то, вы понимаете? То есть, людей уже это не касается. То есть, то, о чем Экклезиаст написал, что приходя в дом печали, сердце у тебя лучше становится, у них не становится. Вы понимаете? Они уже даже в доме печали не получают вот этих жизненных уроков. И когда они пришли на поминки, ну, где вот собирается помянуть, то большинство пришли просто поесть и выпить. Понимаете, я это видел и наблюдал это, как за людьми, из-под тишка наблюдаю тихонько и вижу вот эту реакцию людскую, понимаете? Сердца сделали с черствыми, вы понимаете, очерствели чисто человеческие. Они перестали иметь способность сострадать, сочувствовать другим людям. Взрослые люди уже в возрасте настолько стали, ну, нечувствительными, что просто страшно с такими рядом жить даже. Потому что ты знаешь, что если ты окажешься в какой-то неприятной ситуации, ты от них помощи не дождешься. Как мы ехали сюда и едем вот с девочками, смотрим, я быстро ехал, да, сотню точно я ехал. И смотрю, машина на обочине стоит, за мной автобус двигался. Ну, я понимаю, что резко тормозить нельзя, автобус прям, ну, недалеко от меня подпирал. И смотрю, он, парень рукой машет. Понимаю, что машина машет рукой, значит, проблема какая-то. Ну, когда не машет, я как бы не останавливаюсь там. Ну, тоже бывает там колесо поменять, что-то я и сам решу, не надо мне. Машет, значит, что-то серьезное. Я давай, значит, это притормаживать, чтобы этот задний-то там успел. И раз остановился, выехал, что случилось? Он говорит, ну, у меня передние колеса отказали полностью. Ну, граната разрушилась там, и все, не вращается. То есть, машина не едет. Говорит, довези меня до города, 30 километров до города, до СТО, довези. Еще мужчина с ним сидит, тоже лет где-то 65, наверное, тоже ему. Я говорю, хорошо, давай, цепляйся. Прицепил его, значит, довез его. Ну, он как до города просил, но я понимаю, что если машина не двигается, как его на трассе брошу, он что ее толкать будет до СТО? Я думаю, сейчас его на площадь завезу. Там на площади магазин есть автомобильный, там СТО недалеко. Там уже как-то разберется. Ну, я туда завез его, ну, и спрашиваю, ты чего делать-то будешь сейчас дальше? Ты как, чего? Ну, я тебя на площади оставил, машину-то надо куда-то девать, чтобы ее в ремонт. Он говорит, все нормально. Я говорю, как нормально? Ну, вот магазин, тут запчасти, я сейчас куплю запчасти и поменяю. Я говорю, где поменяешь? Ты же здесь, на площади, машины стоят, автобусы, площадь, снег. Ну, еще там снег у нас лежит еще, не растаял до конца. Я говорю, прям вот тут будешь меня? Он говорит, да, прям тут, представляете? Я думаю, ничего себе специалисты. Мне в гараж надо машину загнать, чтобы там никто не мешал, снег на голову не сыпался, а вот тут меня. Ну, ладно, думаю, может, СТО работает. Он мне говорит. Значит, вот этого человека нужно в Тюмень увезти срочно. У него онкология, ему операция сегодня назначена, его срочно надо в больницу везти. Ты сможешь довезти? Да, конечно, смогу. Как не смогу? Он говорит, пока я стоял, махал. Ну, он так, может, образно сказал. 50 машин прошло, ни один не остановился. Ты остановился один. Почему ты остановился? Я говорю, потому что я знаю, я тоже стоял. Ну, я и в Квете лежал, и люди сами остановились. Я даже не успел остановить, сами остановились и вытащили нас, да? Да, не русские, а таджики, представляете? Русские все проехали мимо, а таджики остановились и вытащили нас, понимаете? Я у них спрашиваю, вы зачем это делать? Так, видишь, ты же плохо тебе, говорит, как мы не остановимся? Все, понимаете, те проехали, плохо мне, неплохо, проехали все свои земляки. Машу им мимо. А эти сами, я даже не махал, я уже стоял, думал, что делать дальше. Они останавливаются, что, помогать? Помогать. Все, они меня раз, выставили, давай руками вытаскивать, не получается. А их целый, этот микроавтобус был, человек 10, наверное, не получается вытащить. Она завязла, вот так боком лежит, в снегу. Они останавливают какой-то КамАЗ, оттуда выходят. Дагестанец говорит, дорогой, что случилось? Сейчас быстро вопрос решим. Так, все, давай, подсепляйся, все. Деньги надо. Какой деньги? Ты что, по-дружески, все, понимаете? Все, это такой раз, я где, ребята, я за границей, что ли? Я не пойму вообще, где русских нет, у меня одни. Это иностранцы помогают, да и так, что, говорю, это русским только на зависть, понимаете? Раз, вытащил, все, друг, больше не попадать в такой ситуации, я поехал, да. И ехать, я тут впереди, мы посмотрим. Да, говорит, машину проверь, я забил, все, работает, да, все. Езжай впереди нас, зачем? Мы будем за тобой наблюдать, чтобы у тебя ничего не сломалось. Понимаете? Я еду, они могли бы уехать вперед меня, обогнать, они на иномарках, форт, да, а у меня там семерка была тогда. Говорит, мы будем за тобой наблюдать, говорит, все так и ехали, за мной смотрели, чтобы у меня там что-нибудь не отпало, не отломилось. Я такой, я в шоке, думаю, надо же, есть же люди еще как-то, вот они понимают эти вопросы, понимаете, как-то способны сопереживать, сострадать, помочь, да. Что с нами происходит? Ангелы тебе помогли. Да, такие ангелы, все из-за границы, да. Сколько же стаковинок проехало, и сколько осталось. Вот, да, вот видите, да. Самаряне. Вот, видите, самаряне, да, у этих своя нация считает, что это вот мы особое, да, а эти, они отбросы. А вот отбросы-то помогают, а свои-то мимо проходят, вы понимаете, все повторяется по жизни. То есть, нет ничего нового под солнцем, понимаете, как интересно все. И вот Господь, когда вот здесь говорит, вот в этой ангельской вести, то она вся любовью пропитана, понимаете, почему? Потому что она не приговор. Вот эта трехангельская весть, это не приговор, это предупреждение от приговора. Если ты внимешь этому предупреждению, ты не будешь приговорен. Но если ты не внимешь, я ничего сделать не могу. Помните, как у Моисея во втором законе написано? Жизнь и добро, смерть и зло предложил я тебе, но избери жизнь, понимаете? Он советует, он говорит, я тебе на жизнь указываю, вот сюда, вот этот выбор сделай, не этот, этот плохой выбор, вот этот лучше. Я советую тебе, сделай вот этот выбор, понимаете? И вот эта трехангельская весть, это весть милости, понимаете? Это весть, добрая весть, добрая есть. Это она вся Евангелие, понимаете? Даже то, где написано, что вот это вот будут пить вино ярости Божьей, это тоже добрая весть, понимаете? Почему? Потому что их жизнь, полная горести, несчастья, отсутствие покоя, как здесь написано, она наконец-то прекратится. Пусть в таком виде, но она прекратится. Вы знаете, я хочу сказать, что еще вот эти люди, которые, ну, может быть, как люди обвиняют Бога, да, в его какой-то вот, ну, вот мы не хотели, чтобы нас приговорили, мы хотели бы дальше жить. Что-то вот если Бог, если любовь не дал вот этого там нам продолжения, понимаете, они просто не понимают, что Бог милость к ним в этом проявит, в этом приговоре. А почему? Потому что в последнее время, время скорби, Бог, ну, как мы знаем, да, вот по Библии написано, будет в конце время скорби, когда будут язвы изливаться, вот это все. Это о чем говорит? Вот это, вот это время скорби, это не Богом созданное время, это время сатаны. Почему оно не было раньше? Потому что Бог всегда держал свою руку над этим миром, помните, и рука его еще простерта была над израильским народом. Вот рука Божья, она, да, да, она простерта над этим миром, и он ограничивает сатану в его действии так же, как он ограничил его по отношению к Киеву. Помните, да, все время он говорит, вот это можешь сделать, а вот это не будешь делать. Вот до сюда дойдешь, дальше не делай, понимаете, то есть он мог его убить вместе с его сыновьями, мог и жену его уничтожить, все разрушить, но Бог поставил предел, говорит, дальше этого не сделаешь. И вот здесь в этом мире тоже, вот это все, что происходит, мы думаем, ой, это страшное дело, это еще не страшное дело, потому что рука Божья над нами. Но когда Бог уберет свою руку вообще, тогда наступит время скорби, понимаете? То есть и тогда человечество узнает, что такое быть под полным контролем сатаны, понимаете? Вот именно тогда это и будет та жизнь без, абсолютно без Божьей милости, какой она есть, понимаете, под сатанинским правлением. И тогда они сами возопят, помните, написано, и будут искать смерти, и что? И не найдут ее, вы понимаете, потому что вы должны пережить, понимаете, вы должны тогда осознать свой выбор, понимаете? Что Бог вам предложил, но вы не осознали, не поняли, теперь осознайте все последствия своего неправильного выбора. Вы должны это осознать. И тогда, когда будет суд, и Бог объявит свой приговор этим людям, да, они что скажут? Милостливый, праведный, пути твои, Божий Вседержитель, и все твои суды, аминь, правильный. И правильно ты приговорил нас, понимаете? Они все согласятся, все согласятся. Когда сдернется это покрывало лжи, которое сатана навеял, они скажут, да, Божий приговор, он верит. Потому что нам таким, с нашими желаниями, места во всей Вселенной нет, понимаете? А другого, другого места нет. Здесь есть только одна Божья Вселенная, которую Бог создал. И эта Вселенная живет по принципам любви, мира и гармонии божественной. Если люди не желают быть в этом мире, в этой любви и в этой гармонии, им места в этой Вселенной нет. Куда им податься? Во Вселенную смерти. Дольше некуда, друзья мои. Вот такой выбор Бог делает сегодня человечеству. Поэтому вот это то, что мы должны людям донести, понимаете? Вот в таком виде, не запугивая их, понимаете, а предупреждая, объясняя вот эту ситуацию. В чем суть на самом деле, понимаете? В чем правда вот этого вот сегодняшнего вот этого положения и вот этой великой борьбы между Богом и сатаной за человека. Понимаете, как борьба происходит? Не за сатану, а за человека. Сатана уже обречен. Но борьба продолжается за каждого из нас и за всех тех, кто вот в этом мире еще происходит. Пусть Бог поможет нам с вами иметь мудрость Духа Святого. Как этим людям обратиться, донести до них вот эту истину, вот эту правду, чтобы они ее смогли воспринять. Давайте молиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok